В жизни часто возникают различного рода происшествия и экстремальные ситуации, которые требуют быстрого решения. В такие моменты нужно уметь правильно оценить обстановку и выбрать наиболее эффективный способ выхода из положения. Одна из бед – это пожар. Что делать, если вы оказались в центре возгорания? Как с ним справиться? К чему приводит неосторожное обращение с огнем? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Вероники Гамзюковой. 30 августа ночью телефоны спасателей разрывались от сообщений о пожаре на улице Народного оболчения в Гомеле. К месту происшествия незамедлительно выехали экипажи пожарных. По прибытию они увидели, как из окон квартиры на восьмом этаже вырывается пламя, а на земле лежит мужчина без признаков жизни. По словам очевидцев, он выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. Когда пламя удалось сбить, пожарные проникли в квартиру. На полу они обнаружили двух погибших женщин и едва дышавшего 55-летнего хозяина квартиры. Мужчина получил многочисленные ожоги тела и дыхательных путей. Его госпитализировали. Однако от полученных травм он скончался в больнице. Таким образом, количество жертв на этом пожаре увеличилось до четырех. По факту произошедшего пожара проводится проверка Следственным комитетом. И одна из рассматриваемых версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. С начала этого года в нашей области произошло 623 пожара. 98 из них в августе. За 8 месяцев погибли 38 человек. Чтобы предупредить новые трагедии, спасатели проводят профилактическую работу. В этом помогает Центр безопасности, расположенный на территории лицея МЧС. Здесь проходят обучение и взрослые, и дети. Посетители Центра учатся тушить пожары гнетушителям, а также практикуются в вызове служб спасения по телефону. Важно не только самостоятельно выбраться из беды, но и помочь людям, которые в ней оказались. Центр безопасности начал работать в 2015 году. Только за этот год здесь побывали больше, чем 6,5 тысяч детей и взрослых. Только представьте, за все время его работы посетили 62 тысячи человек. Центр такого формата был первым во всей стране. Именно он стал примером для подобных учреждений в других областях. Центр рассчитан на посетителей разного возраста. Для совсем маленьких здесь показывают поучительные фильмы, старшим предлагают пройти квест о безопасности. Здесь важные для жизни знания подают через интерактивные площадки. Ведь в случае настоящей чрезвычайной ситуации люди часто паникуют и забывают все правила из уроков ОБЖ. Основная цель этого центра – научить правильным действиям в условиях экстремальных ситуаций. Центр безопасности является уникальным заведением, который реализует очень важную задачу воспитания культуры безопасности жизни и деятельности у подрастающего поколения. Он пользуется огромным успехом. Детям очень нравится форма подачи информации, интерактивная, что вызывает, собственно, огромный интерес. В зависимости от времени года экскурсии, которые проводятся в Центре безопасности, отличаются по своему содержанию. Уклон всегда делается на сезонные виды чрезвычайных ситуаций. Кроме того, оперативно разрабатываются новые программы. Планируется ввод в эксплуатацию площадок по дополненной реальности, благодаря которым с помощью планшетов можно будет воочию увидеть, как развивается чрезвычайная ситуация. Одна из задач работников Центра – научить детей тому, что спички – не игрушка. Эксперименты с ними – распространенные причиной гибели и травматизма. На сегодняшний день в Гомельской области намечена тенденция увеличения количества пожаров по причине детской шалости с огнем. Еще раз хочется напомнить родителям, что оставление несовершеннолетних без присмотра влечет собой вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, прежде всего, пожаров. Зажигалки, спички и другие горючие вещества должны храниться обязательно в недоступных для детей местах. Неосторожное обращение с огнем и детская шалость – главные причины пожаров. Вот, например, в июле в Мозырском районе погиб мужчина. Его соседи, женщина и трое детей остались живы благодаря спасателям. В мае этого года в Лепеле на пожаре погибли мужчина и женщина. Не обошла трагедия Иреческий район. Там в апреле сгорел хозяин дома. Все пострадавшие были не работающие. Некоторые вели социальный образ жизни. Убедительная просьба соблюдать правила пожарной безопасности, устанавливать в своих домовладениях автономные пожарные извещатели, которые позволят своевременно обнаружить возникновение пожара. И незамедлительно при выявлении фактов возгорания, незамедлительно сообщать дежурную службу МЧС по номерам 101 и 112. Если вдруг вы почувствовали запах дыма или обнаружили в квартире пожар, который не в состоянии потушить, не рискуйте, вызывайте спасателей. Плотно закройте все двери, плотно заткните под ними все щели тканью и при возможности обливайте двери водой. Выйдите на балкон и дождитесь спасателей. Влажной тканью закройте дыхательные пути. Выбираясь из задымленного помещения, перемещайтесь на четвереньках. Ближе к полной температуре ниже и там больше кислорода. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Помните, ваша жизнь гораздо дороже всего того, что есть в квартире или доме.